Сегодня у нас заключительное занятие и по традиции мы возвращаем к семинарам. Мы напоминаем слушателям, чем семинар отвечает от лекции, слушателям должны приступать. Тема была озвучена недавно, еще раз напоминаю, шестичасовой рабочий день, предпосылка, пустера, классовая борьба. Я думаю, этот вопрос мы уже обсуждали не один раз, и на занятиях университета рабочих корреспондентов, занятиях Красного университета. Этой теме посвящены последние газеты, известные газеты «Народные правды» на первой странице, постановление Российского комитета рабочих, который состоялся в марте месяца в Нижнем Новгороде, в октябре, о борьбе за счетичь собой рабочий день. Также, замечательная газета «Народные рабочие дела», вышла не так давно, она практически посвящена наливу этих проблем. В чем, что приятно, большинство авторов статьи – это проблемы. и так, эти затратки, как говорится у нас, кто представляется? Для всех этих ребятах технических, ну, Зарь Михайлович Герасимов, пойдемте. Товарищи, то, что время – это ключевой момент, это отмечал еще великий русский подководец Александр Васильевич Суворов, когда заявлял, что деньги дороги – людские жизни дороже, а время дороже всего. Спустя полстолетия, Маркс пришел к выводу, что есть богатство более общее, чем золото, чем деньги – это, опять же, свободное время. И в 1866 году Конгресс Международного товарищества рабочих постановил, что предварительным условием, без которого все дальнейшие попытки улучшения поражения рабочих и их освобождения обречены на неудачу, является ограничение рабочего дня. Мы предлагаем в законодательном порядке ограничить рабочий день восемью часами. В России организованное рабочее движение, проведенное по всем правилам, заключением коллективного договора, принято отсчитывать от знаменитой забастовки на нефтепромыслах Нобеля Бакинских, организованной Йосифом Виссарионовичем Сталином, чей день рождения мы вчера отмечали. И в своей статье, посвященной пятой годовщине этой борьбы, Йосиф Виссарионович писал, «До декабрьского договора мы работали в среднем 11 часов в день. После же договора установили 9 часов работы, постепенно вводя для рабочих по добыче 8-часовой рабочий день. 8-часовой рабочий день декретом был впервые введен декретом народных комиссаров в 17-м году и затем закреплен в советском экзоте от 1918 года. Но он уже там был закреплен как некая данность. А на перспективу в программе РКПБ было затверждено в 19-м году. РКП должна поставить себе задачи и установить. Первое. Первым пунктом идет. В дальнейшем при общем увеличении производительности труда максимальный 6-часовой рабочий день без уменьшения вознаграждения за труд и при обязательстве трудящихся сверх того уделить 2 часа без особого вознаграждения теории гемесра и производства практическому обучению техники государственного управления и военному искусству. Это было записано в 1919 году. А как реально развивались события с рабочим днем? Со 2 января 1929 года по 1 октября 1933 года в соответствии с постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров был осуществлен постепенный переход на 7-часовой рабочий день а рабочая неделя стала составлять 42 часа. то есть 7 часов 6 дней в неделю включая в субботу до этого был 48-часовой рабочий день что тоже по тем временам было большим преимуществом по сравнению с 11-часовым рабочим днем в царское время. Значит, 26 августа 1929 года постановлением Совета народных комиссаров СССР о переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Союза СССР был введен новый табельный календарь в котором неделя состояла из 5 дней 4 рабочих дня по 7 часов и 5-й выходной и тогда даже рассказ такой назывался пятый день но это как бы воскресенье получалось а, дом отдыха пятый день дом отдыха назывался пятый день воскресенье но 8 ноября 1931 года то есть через 2 года СНК СССР принял постановление в котором разрешил наркоматам и другим учреждениям переходить к шестидневной уже календарной неделе и причем 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца а также 1 марта были нерабочими то есть если один нерабочий день в неделю в воскресенье в обычную неделю нашу семидневную то это получается что в месяц будет где-то 4 выходных дня ну и постепенно накапливаются в некоторые месяцы по 5 а здесь была шестидневная календарная неделя 5 дней рабочих по 7 часов между прочим а не по 8 и соответственно было 5 рабочих 5 выходных дней каждый месяц обязательно вот это были такие вот тиродвижения ну 27 июня 40-го года вот это продолжалось 9 лет и 27 июня 40-го года вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-ми часовой рабочий день уже на 8-ми часовой с обычной рабочей неделей по Григорианскому календарю 6 рабочих дней в воскресенье выходной рабочая неделя составила 48 часов а 26 июня 41-го года через 4 дня после начала войны Президиум Верховного Совета СССР издал указ о режиме рабочего времени рабочих и служащих военное время в соответствии с которым вводились обязательные своих урочные работы от 1 до 3 часов в день отменялись отпуска эти меры военного времени были отменены указом Президиума Верховного Совета СССР 30 июня 45-го года ну и вот но это у меня к сожалению слухи не проверенные я вот сейчас не могу эту ссылку четкую провести но есть сведения что рабочий урав вагонзавода где-то с июня 45-го года пошли в 6-месячный опрачиваемый государством отпуск так сказать отдохнуть после войны но это вот я и сейчас не могу ни на что сосраться это так сказать слухи дорогие в середине 20-го века уже думая о перспективе Сталин в работе экономические проблемы социализма в СССР было бы неправильно думать что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем поражении труда для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6-ти а потом и до 5-ти часов это необходимо для того чтобы члены общества получили достаточно свободного времени необходимого для получения всестороннего образования и не были бы прикованы на всю жизнь к одной какой-либо профессии вот Сталин можно сказать начать свою жизнь как эволюционера и близко уже к смерти так сказать подвел итог вот этим через всю его жизнь прошло вот это вот требование о сокращении рабочего времени ну и стран конечно он проводит политику в интересах рабочего краса ну а что было по окончании послевоенно-установительного периода в 56-60-х годах рабочий день в СССР постепенно по отраслям народного хозяйства был сокращен до 7 часов при шестидневной рабочей неделе воскресенье выходной и рабочая неделя таким образом составила 42 часа ну а затем был переход на 41 часовую рабочую неделю но это приводило к чему что если работать по 8 часов да в конце 50-х в начале 66-го года было закреплено два выходных но зато рабочий день увеличился до 8 часов и более того что все таки натянуть 42 часа в неделю в среднем одна из 4-х суббот как правило 3-я суббота месяца была черной люди старшего поколения наверное об этом помнят черные субботы то есть и на самом деле это было хуже чем 7 часов потому что за 7 часов люди меньше уставали по вечерам ходили в театры и развивались на работе можно было задержаться на партсобрания на профсоюзное собрание 8 часов это конечно уже многовато тут этот час добавочный не нужен ну а лишний выходной использовали его большой проводили трудящиеся куда они ехали с начала 60-х годов в свои выходные ну все мы знаем что появилось такое развлечение у советских людей как дача и то там как правило это все и с риском для здоровья и так далее да корчевание там сельхозработа и так далее то есть нельзя сказать что это было свободным временем это было рабочее время но просто вот тут как бы так вот творчески на своей фазинде и так далее значит 9 декабря 71 года Верховный совет РСФСР принял новый экзот где был записан 41-часовой рабочий день то есть вот как вот сидели как вот это по капельке на 1 час и если учесть что у нас вот 42-часовая рабочая неделя даже меньше чем 42-часовая с 29-го года была вот до 71-го года какой огромный временной разрыв насколько выросла производительность труда и войны уже никакой не было и у нас уже политет был Соединенными Штатами ничего не угрожало а вот отсыдили один час только от недели это самое и закрепили это в конституции принятой 7 октября 77-го года закрепили так в конституции чтоб уже было не укоротить потому что конституция это все-таки нечто такое стабильное экзот его там можно подправить а конституция что забито туда то уже значит ну а до 40 часов сократил добрый Ельцин дабы откудящихся не оставались особо тяжелого осадка на душе от расставания социализмом он установил 40-часовую рабочую неделю которую мы имеем и по сей день ну а где у 6-ти часового рабочего дня и соответственно 30-ти часовой рабочей недели пока что мы особо не придвинулись а почему это так актуально вот если посмотреть на ситуацию с той же заработной платой вот в зависимости от времени здесь у нас у нас производительность труда растет ну можно сказать вот чуть-чуть повернуть вот она растет как-то вот так вот а вот заработная плата как показывает опыт начиная с марта целых времен она растет где-то намного меньше меньше гораздо угов наклона и поэтому у нас прибавочное время в течение которого рабочий создает стоимость для капиталиста неуклонно уменьшается с научно-техническим прогрессом конечно увеличивается прибавочное время увеличивается необходимое время необходимое которое рабочий работает на себя оно неуклонно сокращается если марс в капитале для иллюстрации своих выкрадок брак ситуацию что рабочему надо 6 часов работать на себя и 6 часов он потом на тот момент рабочего дня работает на капиталиста то сейчас у нас где-то как правило 1 от 1 до 2 часов необходимое время остальное время мы работаем на капиталиста и несмотря на красную борьбу на самом деле здесь можно так сказать что это на самом деле идет как-то варнисто она заработная плата в период без борьбы она падает потом прошла какая-то какие-то акции или так сказать такие крупные изменения как октябрьская революция в России и тогда она повышается ну а потом опять она как-то и вот так вот это повышается заработная плата конечно верное содержание и конечно сейчас рабочие живут богаче чем 100 лет тому назад но тем не менее это всегда опаздывает вот этот разрыв всегда увеличивается то есть вот имеется у нас если 8-часовой рабочий день вот имеется какой-то участок времени когда рабочий работает на себя все остальное время он работает на капиталиста но надо сказать что вот этот график он показывает еще вот и никчемность борьбы за так называемую индексацию потому что если мы будем бороться за индексацию то что у нас получится у нас получится что это прямая вообще будет здесь прямая то есть в течение года падает зарплата потом она вернулась на прежний уровень потом в течение года падает вернулась падает вернулась это совсем так сказать то есть здесь вот из этого графика видно что львиная доля брак от научно-технического прогресса достается буржуазии эта доля сильно увеличивается а здесь получается что рабочим вообще ничего не будет перепадать от научно-технического прогресса, все это пойдет в буржуазии, а в рабочих зарплатах будет постоянное, только будет индексироваться. И надо сказать, что Маркс в «Капитале» пишет, что если в начале 18 века в Англии капиталисты, владельцы фабрик жили на одной улице с рабочими, в таких же практически домах, и если фабрикант угощал своих гостей стаканом заморского вина, то это становилось причиной пересудов на две недели на всей улице, то уже к концу 18 века они стали погрязать в роскоши не хуже, чем феодары той поры, ну а сейчас мы видим, что там 250-метровая яхта у Абрамовича и так далее, и карасально, вот эта разница, сейчас вообще рабочему человеку до олигархов, так называемых наиболее крупных капиталистов, как до сверст, тут совершенно неспоставимые доходы. Так вот, это двигается. Так а что мы видим, если мы отсекаем время? То есть степень эксплуатации неуклонно возрастает. А что мы видим, если мы отсекаем время? Вот мы отсекли здесь 8 часов, да, у нас вот мы 2 часа отсекли. И вот мы видим, что мы прибавочное время, естественно, речь идет о сокращении рабочего дня при сохранении зарплаты, мы видим, что мы отсекли вот это вот прибавочное время. И таким образом у нас степень эксплуатации сразу же уменьшилась. Это очень значимо. Ну и плюс к этому уменьшение рабочего времени, во-первых, оно психологически просто, проще. Потому что, надо сказать, что опыт показывает трудящихся легко сбить с торку тем, что у предприятия нет денег, и трудящиеся видят, какие там на предприятиях дыры в линолеуме, какие там это самое туалеты, какие там двери и так далее. И они, ну откуда взять денег? Ну как мы можем так вот раздеть? А время, ну так сократить, и чего там на 2 часа-то пораньше отпустить? Вот это вполне, так сказать, уляжется. Потом здесь вполне естественная форма борьбы с безработицей. То есть вот Маркс тоже показал в Капитале, что вот там вот суть капитализма, держать резервную армию труда, когда одни перерабатывают и работают до изнемождения, а другие мрут с голоду, потому что им негде работать. Один вопрос решается. Хорошо, вот эти будут меньше работать, и тех возьмите еще. Ну и вот и вопрос тот же самый, какой-то тупиковый сейчас прямо вопрос автоматизации производства. Вот роботы идут, прямо чуть ли не рудитом, надо эти роботы крушить. Потому что роботы заменяют рабочих там, и рабочие вышвыриваются на улицу. Рабочие не должны вышвыриваться на улицу. Раз появились роботы, у рабочих должно сократиться рабочее время. И тогда этот вопрос, и рабочие прекрасно с роботами уживутся. Вот эти все вещи, они выдвигают борьбу за шестичасовой рабочий план на данном этапе, но вообще борьбу за сокращение рабочего времени, на первый план. Что вот и к чему и призывают Рабочая партия России и Фонд Рабочей Академии. Спасибо, Иван Михайлович, кто желается продолжить. Ну, пока вы раскачиваете себя. Ну, да, Иван, Иван, возьмите туда. Привезти некоторые цифры, прокомментировать тоже выступление, замечательное выступление Ивана Михайловича с его графиками. Ну, после принятия постановления о борьбе за шестичасовой рабочий день... Идите туда. После принятия постановления о рабочем заседании Российского комитета рабочих, началась практическая борьба. И какую мы имеем сейчас вот первую реакцию с места? Ну, прежде всего, понятна реакция капиталистов. Она вот в продолжении вашего вопроса. То какое-то сокращение рабочего дня до шести часов, когда у нас и прибыли нет, и вообще все рухнет, и кризис сейчас на дворе. Более того, и на эту удочку, в чем-то с таким напором, это идет давление, что некоторые рабочие попадаются на эту удочку, говорят, ну, давайте посмотрим документы. Товарищи, если любой капиталист вам, как дважды два четыре докажет, то никаких экономических возможностей на его предприятии для сокращения рабочего дня до шести часов, даже на полчаса, при сохранении заработной платы, конечно, нет. Но это, конечно, не так. Потому что, вот я хочу проиллюстрировать вот эти графики замечательные, некоторыми цифрами. Ведь что является экономической основой сокращения рабочего дня? Рост производительности труда. Рост производительности труда означает сокращение затрат труда на выпуск продукции. Ну, есть обратный показатель производительности труда, трудоемкость, более четко характеризует это состояние. Так вот, по данным Госкомстата, Государственной службы статистики, за время капиталистической России, все годы, из-за исключения 2009 года, в нашей экономике наблюдался рост производительности труда. Даже в годы кризиса, в 2014 году, в 2015 году и так далее. То есть все эти 20-25 лет, рост производительности труда, то есть экономическая возможность сокращения рабочего дня была. Но мы знаем, есть два метода извлечения прибавочной стоимости. Первый метод, он называется, вернемся к капиталу Марса, к единственному главу. Это абсолютная прибавочная стоимость, когда она получается за счет увеличения рабочего дня. Ну, с одной стороны, сейчас он ограничен, законодательно, 40 часами. Хотя, наиболее продвинутые, в кавычках, капиталисты, как, скажем, Михаил Прохоров, очень мечтают, чтобы сделать его 10-12 часовым. Он-то понимает, что увеличение рабочего дня при той же заработной плате приведет к увеличению прибавочной стоимости. Но второй метод, это относительная прибавочная стоимость. Когда рабочий день, скажем, остается 8-часовым. Но рост производительности труда при той же заработной плате приводит к тому, что капиталисты получают избыточную, добавочную, прибавочную стоимость. И если у нас на протяжении всех этих 20 лет наблюдался рост производительности труда, значит, прибавочная стоимость увеличилась, она присваивалась к капиталисту. Я даже не беру в тот случай, что у нас прибыль, еще помимо того, официальной статистики, она выводится за рубеж по другим каналам. И что дает нам Госкомстарк? Ну, давайте возьмем, 2013 год. Сумма прибыли составила 9,5 триллионов рублей. Запомним эту цифру. 9,5 триллионов рублей. Это 2012 год. Затем наступил год 2014. В 2014 году что произошло у нас в экономике? Кризис. Кризис. Страшный кризис. Кризис – это когда закрываются предприятия, другие сокращают производство. Значит, что по идее? Зарплаты падают. Заводчих лишних увольняют. Прибыли у капиталистов должны тоже падать. Ну, что получилось? А нет. В 2014 году, это первый год кризиса, значит, сумма прибыли составила 10,5 триллионов рублей. 2015 год. Кризис у нас углубляется, нарастает. Надо углубить. Да, надо углубить. Значит, сумма прибыли составила 12,7 триллиона рублей. О чем это говорит? А, да, 2015 год. Это 2014. Понятно, что во время кризиса есть группы капиталистов, которые имели убытки. И убытки там в 2014 году были больше, в 2015 году меньше. Но в целом, в целом, общая тенденция роста прибыли. О чем это говорит? О том, что вот этот рост производительности труда, который совершается даже в нашей экономике, далеко не продвинутый, не передовой, с точки зрения методов регулирования, но он практически есть, улавливается капиталистами. То есть экономические возможности сокращения рабочего дня, сохранения заработной платы, конечно, есть. Спасибо. О, бывает. Можно. Да, пожалуйста, представляйтесь. В общем, прозвучала мысль о том, мысль Маркса из Капитала, о абсолютном увеличении рабочего дня, относительном увеличении рабочего дня. В плане абсолютного увеличения рабочего дня рассматривалась только одна сторона медали, то есть увеличение количества рабочих часов, мысль какая была, сократить абсолютный рабочий день до 6 часов и таким образом понизить степень эксплуатации труда. Но абсолютное увеличение рабочего дня в таком плане, это создание таких условий, при которых у рабочего не остается времени, допустим, на личную жизнь и на семью. Но еще есть другой способ повышения абсолютного рабочего дня. Это создание таких условий, когда у рабочего остается время на семью, но не остается сил. Это интенсификация труда. Вот я хотел уточнить. Если даже прогрессивные силы добьются того, чтобы абсолютный рабочий день обрезали до 6 часов, где гарантия того, что капиталист не запустит быстрее конвертную ленту, не доставит рабочего быстрее двигать руками и ногами, и таким образом изматывать его, даже пусть неизменная заработная плата остается, неизменное количество средств, даже индексируется, неизменное количество жизненных средств можно на нее приобрести, но он просто в одном часе рабочем будет содержаться 2 или 3 рабочих часа. Таким образом степень эксплуатации возрастет чуть ли не в геометрической прогрессии. Вот в плане этого... Останется приемлем. Вы же сами сказали, насколько сократили, настолько интенсификация вырастет. Нет, интенсификация, она в отличие от производительности труда, ну, не уменьшает затраты труда на каждый единицу товара. Увеличивает затраты труда на единицу времени, только чего? Но не на единицу товара, то есть жизненные средства рабочих сможет приобрести неизменные, а силам будет затрачивать больше. Почему больше? Столько же будет затрачивать, только за мягкое время. Нет, интенсификация. Мы сейчас при неизменную, 6 часов даже неизменные. Вот мы сократили с 8 до 6 часов. С 8 до 6 часов сократили, соответственно, повысили интенсификацию, интенсивность труда и получили тот же результат. Так интенсивность труда, получается, ничего не изменит, рабочий будет просто изнашиваться. Почему? Раз она нет, у него в свободном времени будет больше. А в свободное время он будет развиваться. Как-то ничего не изменит. Вот она изменит. На работе он будет изнашиваться так же. Нет, если он уже все никакой. Вот он потеряет силы своей. Как же он потеряет, когда он через 2 часа будет. А сейчас он уйдет раньше отдыхать, у него будет время отдохнуть и заняться. Но уставшим будет сильнее уже. Почему сильнее, когда он так же устанет? Но если вы же взяли, могут больше прогрессии. Почему вы прибавляете от себя это? Если интенсификация означает, что, скажем, вместо того, чтобы менее интенсивно трудиться, он трудится 6 часов, а не 8, но более интенсивно. Сразмерно. А раз соразмерно, значит, он во сколько раз, так сказать, он быстрее будет трудиться в Востоке, чтобы сделать ту же работу. Если он делает ту же самую работу, все то же самое остается. Та же самая прибавочная стоимость, та же самая зарплата. Только он заканчивает свою работу на 2 часа раньше. Вот и все. То есть, суть инициативы состоит в том, чтобы увеличить время для свободного развития? Да, это очень важно. Конечно, это очень важно. Но будут ли у него силы на то, что... Будет, потому что он эти силы просто растягивает. Может, для силы его остановить. Заканчивайте, мы... Ну, в общем, мы давим... Понятно, что я скажу. Спасибо. Кто еще желает поступить? Нет, товарищ Комашка. Нет, не там. Есть, товарищи? Нет, пожалуйста. Есть, товарищи, товарищи. Да, наконец-то дальше было противно. Уважаемые товарищи, безусловно, даже сейчас мы знаем, что сокращение рабочего времени, сокращение рабочего дня приводит к относительному увеличению интенсивности. Если ты знаешь, что ты закончишь работу на час, на два раньше, будешь сам трудиться интенсивнее, да, так сказать. И такие эксперименты проводились многократно. Действительно, сокращение рабочего дня приводит к интенсивности, к увеличению интенсивности. Но, в общем-то, скажем так, вреда это не наносит ущерба организму человека. Почему не наносит? Потому что повышение интенсивности, оно имеет свои пределы. Да, пределы, так сказать, умственной работоспособности, физической работоспособности и так далее. То есть невозможно наращивать бесконечно интенсивность труда, в отличие от производительности. Потому что после достижения определенного уровня интенсивности резко возрастает процент брака, процент ошибок, возрастает количество несчастных служеб на производстве и так далее. То есть даже капиталист, так сказать, понимает, что невозможно этот показатель, этот фактор трудового процесса бесконечно наращивать. Потому что в конечном итоге прибыль вначале немножко возрастет, потом она начнет опять падать. Это один момент. Второй момент. Все-таки, понимаете, марксизм это наука. Наука опирается на факты. Если мы возьмем и прочитаем внимательно книгу коллектива авторов под руководством профессора Золотова, мы увидим, что она опирается на факты современного экономического развития. Она опирается на цифры, которые характеризуют длительность рабочего дня, продолжительность времени отдыха, затраты на необходимое личное время, затраты на труд в домохозяйстве, которые, кстати сказать, мало где учитываются. Все это внимательнейшим образом проанализировано. И на основании вот этих статистических данных сделан вывод, что есть тенденция к сокращению рабочего времени и увеличению свободного времени. Она есть при капитализме. Другое дело, что увеличение свободного времени происходит неравномерно, так же, как и сокращение рабочего времени. То есть, в силу того, что сохраняется старое разделение труда, в силу того, что сохраняется капиталистический характер производства, в свободное время распределяется в пользу работников непроизводительной сферы. А те, кто производят непосредственно материальные блага, они получают от научно-технического прогресса, от повышения производительности труда, меньше всех. Они изначально имеют меньше свободного времени, чем работники непроизводственной сферы. И, кроме того, и сокращение рабочего времени в сфере производства материальных благ и увеличение свободного идет крайне медленно. И это тот фактор, который тормозит дальнейшее развитие человечества. Поэтому наша задача, как сторонников рабочего класса, помочь рабочему классу освободиться от этих путь временных, от этих временных тисков, которыми, так сказать, современный капитализм его зажал, не дает развиваться, и дать ему это свободное время, для того, чтобы он получил возможность развиваться, получил возможность для борьбы за свои интересы, которые в конечном итоге являются интересами всего человечества. И без сокращения рабочего времени мы не можем, так сказать, вести вот эту борьбу в полную силу. И исходить мы должны из научных факторов, а не из предположений, что будет, если что-то произойдет. Такая тенденция есть. В то же время, есть и противоположная тенденция к увеличению продолжительности рабочего дня. Откуда она исходит? Она исходит от нанимателей, она исходит от собственников. Мы видим, что в особенности последние годы усилился натиск во Франции. Допустим, произошло увеличение продолжительности рабочей недели. Я уже не говорю про нашу страну, где 8-часовой рабочий день существует, в принципе, наверное, только на бумаге. Потому что огромное большинство людей трудится больше 8 часов. К сожалению, официальная статистика этого, безусловно, не отражает. Потому что, даже говоря о том, что огромное количество людей трудится, не имея никаких оформленных отношений с работодателями. Сколько они работают на самом деле, неизвестно. И здесь капиталисты очень изобретательны в плане того, как увеличить продолжительность рабочего дня. Можно предложить сверхурочные, с небольшим увеличением заработной платы. А можно, например, сдать средства производства в аренду, как это делают владельцы таксомоторных парков. Они дают в аренду водителям, и водитель становится как бы мелким предпринимателем, не совсем собственником, но индивидуальным предпринимателем. И дальше его рабочее время никак не регламентируется. Он сам якобы хозяин, может есть и 12 часов, и 24 часа, и так далее. То же самое происходит в сфере грузоперевозок. Кто контролирует продолжительность рабочего дня водителей большегрузов? У них, конечно, есть тахометры, есть другие, так сказать, средства. Но мы знаем прекрасно, что везде понатыканы фирмы, которые, так сказать, прекрасно эти цифры себя обнуляют. И на самом деле водитель садится и едет до тех пор, пока он не начнет засыпать. Это может быть и 24 часа, и может быть. И засыпает. И мы видим, что вот этот чрезмерный рабочий день, чрезмерное рабочее время, оно людей убивает. Убивает и самих работников, и, к сожалению, убивает тех, кто попадается им на пути. И, конечно, для того, чтобы вот это все пресечь, мы должны добиваться именно законодательного ограничения рабочего дня. Но добиться этого можно только выставляя соответствующие требования. Если это требование выставляется всеми трудовыми коллективами, ну или большинством, скажем так, тогда есть шанс для того, чтобы эта инициатива прошла и законодательно. Спасибо. Пожалуйста, дорогие инициатива. Я включил, снимай. Держи, заеду. Давай, давай. Зачем? Товарищи, вот мы обсуждаем борьбу за шестичасовой рабочий день. Но мы иногда порой забываем о том, в каком государстве мы живем и кому принадлежит власть в этом государстве. А в государстве мы живем капиталистическом. И власть принадлежит, государственная власть, классу капиталистов. Капиталист по своей сути это не просто эксплуататор. Это весьма циничный, лживый и хитрый эксплуататор, злейший враг трудящихся. Что выгодно капиталисту? Капиталисту выгодно максимально эксплуатировать и максимально грабить рабочих, наживаться на чужом труде. Именно для этого капиталисты придумывают всякие драконовские циничные лицемерные законы. И мы прекрасно знаем, что нынешняя Ельцинская конституция по существу филькина грамота, фиговый листок демократии. Что те права, которые она якобы гарантирует, они в основном только на бумаге. И вот Денис Борисович очень подробно рассказал о том, как капиталисты увеличивают рабочий день для трудящихся, и как они придумывают новые способы ограбления трудового народа. Необходимо понимать, что любой капиталист всегда будет заинтересован в том, чтобы нажиться на труде рабочих. Он будет заинтересован в том, чтобы максимально эксплуатировать и грабить трудящихся. Это суть капитализма, и на это направлены все капиталистические законы. Мы прекрасно понимаем, что для самих трудящихся снижение продолжительности рабочего дня при сохранении зарплаты, их доходов, оно, конечно, для трудящихся только на пользу. Мы это понимаем, что дополнительное свободное время трудящимся очень нужно, необходимо для их развития. Но интересы класса трудящихся и интересы класса капиталистов, они прямо противоположны друг другу. И то, что хорошо для трудящихся, то для капиталиста неприемлемо. И также то, что хорошо для капиталиста, неприемлемо для трудящихся. Мы знаем, что законы в государстве создает правящий класс. Правящим классом является буржуазия. И буржуазия по доброй воле никогда не станет сокращать рабочее время для трудящихся, потому что буржуи, хоть и негодяи, но не дураки. Они прекрасно понимают, что это свободное время трудящиеся будут использовать для своего развития, а это приведет к свержению класса власти капиталистов. А капиталисты не хотят терять свою власть. Потому что власть для них это способ грабить, эксплуатировать трудящихся. Какой же из всего этого следует вывод? А вывод очень простой. Чтобы снизить продолжительность рабочего времени до 6 часов и сохранить зарплату трудящихся и даже повысить ее, нужна власть советская, нужна власть социалистическая, власть самих трудящихся. А для этого нужно вести борьбу прежде всего за новую социалистическую революцию. За революцию, которая освободит трудящихся от иго капитала. И вот именно социалистическая революция, именно диктатура пролетариата и обеспечит этот самый 6-часовой рабочий день и рост благосостояния всех трудящихся. Капиталисты этого делать не станут. Это не в интересах класса капиталистов. Вот это мы должны очень четко понимать. Благодарю за внимание. Так, ну у нас время уже для последнего выступления. Письмо записался, похоже, кто-то лучше. Мы должны эту проблему решать так, как люди, которые рассматривают конечные цели коммунистического движения. Какая конечная цель коммунистического движения? Полное уничтожение класса. А что-то в чем состоит полное уничтожение класса? Ликвидация неравенства между городом и неравней, между людьми физического и умственного труда. Ну а как можно ликвидировать? Некоторые товарищи говорят, между трудом, умственным и физическим. Между трудом и умственным и физическим нельзя ликвидировать неравенство. Никак. Потому что умственный труд создает идеи или, скажем, услуги обеспечивают определенные, а физический труд создает материальный благ. И как между материей и идеей хотите ликвидировать? Разница. Это глупость. Поэтому надо понимать, что задача уничтожения класса сводится к тому, что рабочее время сокращается, сокращается, сокращается и будет таким, что оно будет меньше, чем свободное время. При этом я хотел бы сразу сделать замечание, что то время, которое является свободным от труда, свободным от труда, это не свободное время, это внерабочее время. Внерабочего времени много, а свободного времени мало. И свободное время называется время для свободного развития. Вот среди всяких наших забот, в том числе стирка, приготовление обеда, подметание, уборка, транспорт и прочее, вымыться после работы, переодеться перед работой, это все, так сказать, как бы в нерабочее время. Вот среди этих забот, если начнете считать, то вы получите, что очень мало этого самого свободного времени. Ну вот, скажем, в свое время в спецхране была такая комплексная программа научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий, из которых можно было выяснить, что в свободном времени у работников при социализме было 2 часа в то время, 2 часа, причем у женщин намного меньше, чем у мужчин. Вот картина. Это даже видно было и политически, у кого меньше времени, тот меньше участвует в политике. Например, в партии сколько было? В материальном производстве процент женщин какой был? 50. В партии, то есть в руководящейся или в руководстве, сколько? 11%. Видите разницу? А если у женщины, так сказать, 11% партии, значит проблема борьбы с пьянством, проблема детских садов, проблема, которая связана с тем, чтобы обеспечить там столовую, то, что же необходимо для сокращения рабочего времени и труда во внерабочее время. Потому что труд продолжается. Вот это проблема не решалась. Можно сказать, что, действительно, здесь Иван Михайлович Сирфов и привел очень интересное, что по крохам все-таки сокращение шло. Чем дальше с развитием вроде бы социализма, тем меньше и меньше сокращалось рабочее время. А потом оно и прекратилось сокращаться. Поэтому можно поставить и по-другому. А какую роль это сыграло в том, что можно было оболванивать людей? Если люди не имеют свободного времени, чтобы разобраться в том, что происходит, то их можно повести по неверному пути. Легко. Поэтому, если мы поставим вопрос о конечной задаче, как мы представляем себе уничтожение класса? Очень просто. Свободное время должно быть больше, чем рабочее. И вот если человек в свободное время играет на скрипке, а в рабочее время он вытачивает детали на станке, то кто он? Саночник или скрипач? Если он больше времени играет на скрипке, чем вытачивает. Он получается скрипач. И вот если мы хотим уничтожить различия, мы должны к этому прийти. Поэтому, когда начинают товарищи решать этот вопрос политически, они его, как обычно, куда-то переносят. Решение этой проблемы в далекую коммунистическую силу. Или далекую. Дескать, вот будет у нас диктатура пролетариата, вот будет у нас власть, вот эта власть. А у нас уже была диктатура пролетариата и власть. И вместо того, чтобы ставить задачу увеличения свободного времени, как главная задача, вот где-то в 60-х годах, другая задача уже стояла. Давайте вместо этого будем сокращать количество рабочих. Вот повысилась производительность труда, значит, мы такое же количество продуктов можем сделать в меньшем количестве. Увольнять, увольнять, увольнять. А куда увольнять? Ну, в какую-то непроизводственную сферу. Пускай официанты идут, пускай идут служащие, пускай будет много-много интеллигентов, причем таких интеллигентов, которые, так сказать, особенной глубины не имеют. Поэтому больше будет людей, недовольных своим положением, которые будут сидеть за столами. Нет ни такого правила или закона, что надо сокращать количество рабочих. Ниоткуда не вытекает, что при социализме надо сокращать количество рабочих и крестьян. Если у вас выросла производительность труда, что нужно сделать при социализме? Сократить рабочее время рабочим и колхозникам. А если еще выросла производительность труда, нужно сокращать рабочих колхозник? Не нужно их сокращать, не нужно. Ни на одного человека не нужно. А что нужно сделать? Еще сократить рабочее время. А еще, если выросла производительность труда, она все время растет. Она все это время росла. И вместо того, чтобы сокращать рабочее время тем, по кому прежде всего ударяет социальное неравенство, по людям, которые создают материальные блага, совершенно обратная дорога. Давайте мы будем этих количеств людей уменьшать рабочих, крестьян, а вношу, которую они несут, увеличивать. Потому что чем меньше то время, которое работник работает на себя, тем больше времени, когда он обслуживает других членов общества, создает для них материальные блага, значит, тем больше ноша, которая на него возлагается. Поэтому я думаю, что вопрос для коммунистов о том, как эту цель принимать или не принимать, он однозначно решается. Если человек эту цель принимает, он может считаться коммунистом. Если он ее не принимает, он не может считаться коммунистом. Если он вообще ее не видит и не связывает с нынешней, всю борьбу с этой конечной целью. Коммунисты – это те, которые отстаивают конечные цели движения. Где это сказано? В коммунистическом манифесте, который написан Марксом Эйнгельшем в 1848 году. Вот в связи с этим я хочу некоторых наших товарищей подвергнуть маленькой критике. Товарищ Денисов, он нам друг и товарищ. Но он вот как-то уклоняется от чтения некоторых философских произведений. Я хочу ему тогда в краткой форме некоторые содержания этих философских произведений довести. Я думаю, это и всем будет интересно. Ну, вы знаете, здесь был такой рабочий, между прочим, был Прудон, который написал книгу. «Философия нищеты», на которую Маркс откликнулся нищетой философии. В чем идея была у Прудона? У музея Прудона была такая, что вот собственность – это кража. Ну, вот Денисов развел это и говорит, что собственность – это грабеж. Грабеж – это, Дима, это когда подошлись с кулаком. Николай Васильевич, я высказался немного иначе. Ну, а что, Прохоров не уголовник? Самый натуральный. И не он один. Вопросы у нас сейчас не доклад, и поэтому вопросы у нас не будут рассматриваться. У нас сейчас семинар. Высыпали товарищи, я тоже выступлю на равных профилях. Вот и все. Какие сейчас могут быть вопросы у вас? Можно еще выступить? Пожалуйста, если есть время отлибу. Пожалуйста, я скажу. Вот, так вот, короче говоря, значит, никакого грабежа нет. Есть смысл капитала в том, чтобы доказать, что не грабеж, а продают рабочие то, что они могут продать. Что у них есть, когда все средства производства, отнятые капиталистами, только рабочая сила. Вот они ее и продают. И продают у них добровольно. Почему? А потому что им кушать хочется, а никакого другого способа удовлетворить свою потребность, к этому и сохранить свою жизнь, кроме как продать своего рабочего, у них нет. Вот в этом смысле они свободны. Хочешь продавать, хочешь умирать. Свободно. Хочешь живи, хочешь умри. Это не грабет. Никто не грабит, никто не бьет. Никакого насилия. Сами идут. Идут и 12 СОП работали, и 14-16 в России работали до 1890-1997 года. Потом работали 11,5 после Морозовской стачки, когда добился рабочий классный зал прихода диктатуры, а добился, чтобы было догадательное ограничение рабочего дня. Потом во всем мире рабочие бились за 8-часовой рабочей день и явочным порядком ввели его не после социалистической революции, а очень на многих предприятиях после февральской буржуазной революции. А уже, как закон, закрепили его позже, в октябре. И надо сказать, что во многих странах, в которых не было социалистической революции, рабочий день короче, чем в России, в том числе в Швеции. И запугивать себя тем, что там буржуазия, она ни за что и никогда. Буржуазия, она умеет деньги считать, и буржуазия прекрасно знает, очень хорошо, что после всякого такого очередного сокращения рабочего времени, что происходило с ростом прибыли. Вот, скажем, у нас сидит наш главный экономист, товарищ Голко, он подтвердит то, что каждый раз после сокращения рабочего времени всплеск был. Ну, первый день, когда сократят, конечно, сначала сокращение. А дальше идет снова рост этой самой прибыли, потому что производительность труда от этого возрастает, потому что у него есть рабочие растения, они могут засваивать передовую технику, они отдохнувшие, они могут давать ротназарские предложения, они могут участвовать в впечатлении научно-технического прогресса. И поэтому каждый раз падение в объеме производства, а уж тем более в производительности труда, не только не происходило, а уж если брать главную характеристику развития экономического производительности труда, всегда это давало влеск производительности труда. Больше становится сделано продукта, чем меньше времени. Или за то же самое время больше продукта, чем до этого. Поэтому не надо себя запутывать. И не надо себя запутывать о том, как воспринимают нынешние гурразии вот эти предложения. Спокойно воспринимают, спокойно. Она знает свои интересы, знает, что ее интересы не пострадают. Вот у нас у всех есть возможность взять народную правду, а здесь есть картиночка. Картиночка с книгой, которая называется «Сокращение рабочего дня. Основание современного экономического разношения». По моей инициативе, вот на обложке этой книги, сделана выдержка из российской газеты. Все знают, что российская газета – это газета российского правительства. Это же буржуазное правительство. Вот это буржуазное правительство. Газета – это группа. Наши буржуази пишет «Российская газета. Неделя. 22 сентября 2016 года. Страница 6». Это ясно-то пишет. Тут мелко написано, но я, например, читаю. А те, кто не читает так мелко, тот может книжку взять. Почтать книжки. Книжка эта вывешена уже на сайтах наших. «После того, как работодатели Швеции заявили о намерении ввести 60-часовой рабочий день и 30-часовую рабочую неделю в расчете на то, что персонал станет работать интенсивнее, а освободившееся время будет тратить на личную жизнь, российские специалисты рынка труда решили выяснить, как относятся к этой идее жители нашей страны. И это обнародует российская газета. Чтобы вы знали, как это объясниться, чтобы узнал. Ну, он не читает не только Гейгрия, но и врачи все газеты, буржуи. «Надо знать, что говорят буржуи. Ленин, например, всегда просил, встать Денисов, всегда просил мне, вот там сидит там, где-то в коптерке своей, и просил мне все газеты, всех партий. А Денисов, сидит, говорит, нет у моих партий. «Нет». «Не так важно». И вот там написано, 60% граждан РФ заявили, что готовы трудиться интенсивнее, чтобы оканчивать работу ранее. При этом почти треть считает, что без ущерба для работы, без ущерба для работы, могли бы справляться со своими нынешними обязанностями за 6 часов. Ущерба для работы нет. Продукции выпущены столько же. Продукция снижения эксплуатации. Нет никакого снижения эксплуатации. А вот там есть. А я вот сейчас говорю о том случае, когда ничего не меняется, опрос проведет. Начинаешь вот то, что вы рассматриваете. В тот случай, самый простой, который немедленно проходит, чтобы повысить производительную туда нужную технику внедрить, правильно? А это просто, ну, если человек работал на 12 часов, он вот в таком темпе работает. Если на 9 часов, более быстром темпе, на 8, соответственно, 6, более интенсивно. И человек после этого имеет больше свободного времени. На эксплуатацию сохраняется. А как вы думаете, в каком же уровне? Неужели вы думаете, что это не только на этом же уровне, а на все равно будет усиливаться. Потому что с развитием пойдет рост производительности труда, а здесь вот график нарисовал, вот так и будет. Производительность труда будет расти. Зарплата будет расти, тоже расти медленнее. И поэтому вот эта вот величина по отношению к этой будет увеличиваться. Поэтому... Но это все сами посчитают. Это вот это вот как раз соотношение прибавочного труда к необходимому. Вот оно видно, что оно увеличивается. Все видят, что прибавочный труд по отношению к необходимому. Можно это перевести на единственное, единицу, а вот эта доля будет сжиматься. Как говорит Иван Михайлович, хоть так рассматриваю, хотя, конечно, их плата будет увеличиться. Не об этом же речь. А речь идет о том, чтобы к этому прийти, вот к уничтожению класса. Что нужно? Как этому можно прийти? Среди ниху, кто бы классный борьбой? Так у нас продавать. Только смотри. А кто этот классный борьбой? Класс. Какой? Рабочий, который в этом заинтересован, которого больше технику платировать. Правильно? А как он может ее вести? Борьбу, если у него некогда. Некогда ему организовывать профсоюз. Некогда ему вести пассивную работу. Некогда ему обдумывать. Некогда ему читать. Вот посмотрите, здесь что, много рабочих? Где Саша, который у нас в Керкарском заводе? Походил, походил и убежал. Где они, товарищи рабочие, которые были вести классную борьбу? А вот мы находимся здесь, в таком учреждении, здесь в таком учреждении, вот так стал, стал, стал пицц, здесь рабочих ранен, по смыслу названия, да? Здесь должны быть рабочих, передовые здесь, стоять, слушать, изучать и так далее. Ну, они, часть, компьютеры будут изучать, чем вертичные. Все-таки, как-то до них, дополит эти крохи. Почему? Да, прежде всего, потому, что есть еще один принцип классной борьбы. Всегда надо находить. Вот, кто попал за саконечной целью? Заходить такое звено, как говорил Ленин, до которой надо ухватиться, чтобы вытянуть всю цепь. Ну, как? Вот какое-то звено? Если вы это звено возьмете, так вот, индексацию, ничего вы тут не вытяните. Вы будете вечно в жалком таком состоянии. Ваша секунь эксплуатация будет все время увеличиться. А если вы возьмете вот это звено, сокращение, короче, увеличение свободного времени, выяснили, это звено, позволяет получить свободное время для самоорганизации рабочего класса и для развертывания классовой борьбы. Потому что для того, чтобы иметь рисовый хлоп, надо иметь рис. Для того, чтобы развернуть классовую борьбу, надо иметь свободное время. Если этого свободного времени не будет, и эта задача, вот получается, замкнуть такой круг, здесь логический, с одной стороны, нужна классовая борьба, чтобы получить свободное время. А другой стороны, нужно свободное время, чтобы развернуть классовую борьбу. Это противоречие. Прямо предположенность к задаче. Как решать такие задачи? Вот тем, что берется вот это звено. Значит, бороться надо прежде всего за свободное время. Хотя кажется, что надо, наоборот, за зарплату, за совершенствующие условия труда. Не будет у вас зарплаты, и не будет совершенствующие условия труда, это не будет свободного времени для того, чтобы составить коллективный договор, в котором вы можете записать себе хоть пять часов рабочего времени. Есть ограничения у нас правовые в буржуазном государстве по поводу того, сколько записать часов в коллективных. Хоть три запишите часа, пожалуйста. Записывайте, боритесь за это. Но правовая. А это локальный нормативный акт. Как только подписан в коллективный договор, он входит в систему права. И совершенно понятно, что все три эксплуатации все равно будет России. И это еще не социализм. Ну а как вы можете перейти к социализму, если не будете создавать советы, когда вы их будете? После установления диктатуры пролетариата или до установления диктатуры пролетариата? Это до обстоятельств? Да, конечно. То есть надо, то есть советы должны быть созданы до, и вы не создавались они до. Они в пятом году создавались, потом они создавались в семнадцатом году, и потом они стали организационной формой диктатуры пролетариата. А чтобы создать советы, между прочим, их надо не в рабочем время создавать, а в сайт свободное. поэтому это вот такое ключевое звено что вот на первый план надо это вот поставить вот это хотя бы для начала не выходить сверхурочной работы как вот давно понимал владимир дмитриевич и он не случайно здесь нам приходит он потомственный рабочий который никогда не выходил сверхурочного понимал что у него крадут свободное время и как бы всего вылезти сидел он уже земли сырой находился где его коллеги между прочим и без знаний и без знаний а он никогда не выходил только и узнал а у нас людей сверхурочно и они идут выходные дни и потом они идут на больничную койку и потом ими занимаются доблестно на комиссии это люди которые вынесли они понимают откуда они приходят и что с ним происходит они спиваются потому что человек когда у него нет нет никакого развития он ищет туда уже что сказать какой вы так в религии и водки либо ящик даже траве сейчас убийство грандиозный когда предприниматели вот этого это не гранди что на организованное убийство которое сейчас осуществляет российского она убила очень многих рабочих вот сейчас в аркутской области и так сказать тишина чадок когда кто-то погибает антис и самолет упадет миллионы дает семьям а тут ничего никто не дает как-то начать думать это очень сложно как это мы будем ведь специально официально боярыши специально и тело и делается написано было и тело и то есть людей прям подводили как на это организованное поэтому вот это главный пункт борьбы классовый великая цель рождать великую энергию народа если вы хотите что появились ваш и организаторы участники за восточного движения председатель за баском профсоюзные работники что нужно нужно поставить такую цель с помощью которой эти задачи можно решить а если вы значит поставите цель крошечную и ничтожную и ничтожные люди будут ничтожно копошиться и губы только говорить но ничего придет на когда победим и придет ваша власть потому что на самом деле механизм приходят власти на вы люди начинают бороться за то что является их конечной целью если власть им мешает при развертывании борьбы они меняют это власть устанавливать свою вот так обстоит дело не власть сначала власть не сама цель а сначала содержание власти и потому что за содержание власти нужно будет бороться и после установления диктатуры в 3 ты не боролся рабочий класс должным образом за вот это содержание власти и добивался он сокращение ему дают час ельцинсунула ему один час а зато у вас отняли все хорошая смена то есть и продолжается классовая борьба и про союзы нужны я не должны против административного усердия вести борьбу эти профсоюзы то есть эти все проблемы остаются они остаются или переходный период при социализме или период социализма поэтому начинать их нужно решать при капитализме иначе никакого социализма не будет вот я думаю так стоит вопрос поэтому вывод что это вот тот самый ключевой куб то сам то самое звено цепи за которые надо ухватиться чтобы выйти на всю цель и дать и до диктатура политеатра которые нравятся товарищу денисову я думаю всем присутствующим тоже нравится он это к намер будет власть не на используете на оптимистичный нужно холостей чем это до закончим это семинарское занятие между те вопросы которые изучали и получили стать на этих дискуссии мы наверно вынесем следующем году это учитываем при организации я хочу поздравить с окончанием семестра пожелать хорошо третий новый год это радость что ли окончание или горе нет но вы начали еще месяц и во время они новогодних это январь месяц потратить с пользой на изучение новой логики гибели капитала марса а это будет свободное время для рабочих у нас будут выходные по 9 я думаю там человек будет свободное время если вы потратите на изучение этих произведений если будете лежать это будет не свободное время примерно так про субботник скажет не забудьте и мы с вами встречаемся в феврале месяце план занятий на первых семеях опубликован в газете народная правда встречаемся мы с вами 2 февраля в этом помещении 19 часов про субботник 24 ульяновский 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 10 утра субботник в доме музея ульяновского электричка московского 915 спасибо застрахов Продолжение следует...